Я попытаюсь сделать то, что тему, которую мне дали, постараться езжать, и потом, чтобы у нас, как всегда, проходит в конце, мы могли оторваться от земли, да, и полететь. Вот это взять. Я скажу слово. Вот уже два сказал. Уже два слова сказал, да? Да. Итак, ну что, будем слушать? Окей, хорошо, согласны, да? Я знаю, что кто-то хочет выйти в туалет, можете идти, только не все толпой, потому что там только два туалета. Окей? Тема, которую мне дали, это границы милосердия и сострадания в служении. Он скажет, о, Ребек, вам еще делиться состраданием. Состраданием, конечно. Кто из вас в служениях, где вы находились, делали ошибки? Делали ошибки, да? И потом думаете, бам! Милость, 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 милость. Однажды мы приехали с Татьяной к Виктору, к Татьянову брату, домой. И этот Виктор был малый, ну, он только подрастал, шалун такой. И он говорит нам историю, рассказывает, рассказываю вам историю. К Сэме все так говорят, там что-то надо делать, я вам ремнем надою, надою. Он кричит, орет там, орет, кричит, больше не буду, не надо, папа, не надо. Нужно, нужно. И потом приходит время, опять что-то наделал, делал, сделал, опять ремень, опять. Думает, что делать? И тут он так уже, ну, как залетел так, знаете. И он, значит, приходит, уже кричит, папа, не надо, папа, не надо. А он говорит, ты знаешь, Библия говорит, чтобы тебя научить. Он такой, а-а-а-а, плачет. Он говорит, но сегодня... День милости И он такой раз и улыбнулся И все Через время Проходит время Время приходит Он нашалил И он говорит Так, Сэм Он такой Папа, день милости День милости Сразу Кто из нас Когда в служениях На домашних группах На прославлении Когда опоздал Он говорит Милости Пожалуйста Пожалуйста А потом Сережа У Сережи есть Такое Как бы сказать Управление Если ты не пришел На репетицию Ты Не Что? Не поешь Все такие приходят Стоят такие В собрании Я говорю Что такое? Я опоздал сегодня Понятно Уже наказан Но где-то хочется милости Потом говорит Рэбэ Ну пускай Ну скажите что-нибудь Сереже Иду к Сереже Сережа такой Ну ладно Ладно Поэтому сейчас Я буду говорить О границах милости Где эти границы? Самое главное Что это не за границей А у нас Правда? Границы милости у нас Многократно Люди спрашивают У служителей Тех кто Служит Собрание В домашних группах Они говорят Вообще Что вообще означает Милость? Что такое вообще Такое состояние Как сострадание? Они спрашивают Потому что хотят знать Что делать с людьми Которые Нуждаются Вообще В любой ситуации Вы понимаете Что даже дети Которые нарушили Свои правила Они нуждаются В каком-то исправлении Да? И синонимом Слово милосердие Есть сострадание То есть это одно и то же Чувство Которое мы проявляем Людям Самая высшая Ступень милосердия Это сделать добро И делая добро Не ожидай Что тебе скажут Спасибо Thank you very much Понимаете, да? Самая Вообще В еврействе Или в юдаизме Высокая часть Милосердия Или Чувство сострадания К людям Сделать добро Анонимно Чтоб никто Ничего Тихо Не знал Что делается На привозе Да? А потом А потом Никогда Не ожидать Что тебе скажут Ой Спасибо, Вася Что ты мне дал 5 рублей Знаете Это вот момент Но помощь деньгами Это самая Легкая И простая Часть Помощи Сострадания Это легкая Она называется ДК Даяние Праведности То есть Не только деньги Деньги Как инструмент Который мы выражаем Что мы хотим Людям сделать Но чаще всего Люди Честно Чаще всего Говорят На тебе 5 рублей Отстань Да? Дай 5 рублей Так вот Буквально вчера Вчера Я вам скажу О тебе Мы выходим Здесь А нет На Как раз покупки Покупали Встретил всех людей наших Там Как бы В этом В сельпо Всех повстречал Да С тачанками После собрания Всех с тачанками Раз Яйца Молоко Торты Уже начались Это самое То есть нормально День рождения Кто-то праздновал Нормально Да Я выхожу Парень какой-то Подходит Слушай Дайте кузок хлеба Я Я не наркоман Я просто Мне нужно покушать Я Ну как Какое даяние Какое Назад ли хочу идти Хлеба у меня нет У меня только две пачки яиц Понимаете Да И Пол-литра Молока Что я делаю Даю денег Знаете почему Отстань от меня Просто отстань Даже спасибо не говори Не хочу слышать Но все Но в сущности Помощь деньгами Это самое простое Действие Но только Она должна Работать Не на зло А на добро Помощь Бедолаги Чтобы он Поднялся Свои ноги Где-то Близкое Понимание Милосердия Слово Трума Слово Трума Это пожертвование Но цель у него Совсем другая У Трумы Есть другая цель Цель Которая Влечет человека Или Можно сказать Помочь человеку Или любому служителю В служении Это человеку В служении Чтобы он Реализовал себя Наилучшим И Сильнее Себя То есть Наилучшим образом Наиболее эффективным способом То есть Трума Это не просто Какая-то помощь Это Помощь В реализации И часто Всего Мы имеем Сегодня Такие Ситуации Где нужно Помогать Сострадание То есть Слово Сострадание Некая помощь Человеку Чтобы он Состоялся В любой Сфере Но Сегодня Я попробую Говорить О сострадании Друг к другу В пастырской Команде Самая Интересная Тема Мы знаем Как относиться Хорошо К бедному К Тем Кто Нуждается Пойти Посетить В больницу Мы приходим С куличком Здравствуйте Христос Вас любит Возьмите Пожалуйста Можно Помолиться А вот Среди Служителей Особенно Когда Когда идет Собрание Когда кто-то Должен делать Выполнять Какую-то Работу Которую Он должен Выполнять У нас Начинается Хримаса Фасад Руки К бою И так Только Слово Скажи Сразу Откушу руку Быстро Быстро Сделал Или Потом Отношения У нас Даже Был Один Парень Который Служил В нашей Общине И В один Момент Он ушел Из общины Потому что Он должен был Подчиняться Одной Сестер Сестер В служении И он Просто Не Выдержал Он Просто Женщин Терпеть Не Могу В служении Просто Ну Понятно Такие Вещи Происходят Я хочу Именно Говорить О Сострадании Друг Другу В пастырской Команде И служении Которое Мы Несем Если Вы Помните Что Во время Семинара Джон Упомянул Одну Из 12 Ценностей Церкви Гейтвей Помните Да Какая Ценность Которая Называется Сострадание К людям В команде Мы Должны Иметь Сострадание К тем Кто С нами Служит Вместе Эти Три дня Мы С вами Услышали Очень Много Слов Проповеди Назидания То есть Другими словами В нас Сеялись Столько Что Мы Когда Будем Жать Не знаю Нас Сеяли Сеяли Посевали С Новым Годом Поздравляли Да То есть Как бы Так Чем Только Не Сеяли Конфетами С Анекдотами Какие Приколами С Словом Только Из Писания То есть У нас Все Здесь Было Вот Такой Каламбур Но Все Таки Это Были Сеятели Божьи Я Верю Что Бог Призвал Люди Которые Приходили Сюда В Одессу К нам На Наш ретрит Были От Бога Посланники От Бога Важное Для нас Время Бог Не Ошибается Друзья Бог Не Ошибается Во Временах И Сроках Если Нам Дана Такая Возможность Выслушать Таких Прекрасных Людей Которые Знают Как Построить Команды Что Нужно Для Команды Какие Принципы Для Команды Необходимы Для Успеха Тогда Мы Должны Приложить Максимум Усилия Максимум Усилия Чтобы Разобрать Что Говорилось Не Просто Прослушать Ой Давайте Рэбе Дайте Нам Диск Мы Домашняя Группа Прослушаем Еще Знаете Вот Вот Сколько Не Давай Это То Уходит Всегда Но Нужно Разобрать Нужно Разжевывать Потому Что То Что Происходит Через Время Как Говорилось Ведро Поднял Ушло Вот Бог Хочет Чтоб Мы Это Рассмотрели Значит Ли Это Что Бог Приготавливает Пастырские Команды Для Того Чтобы Его Царство Божье Расширялось Конечно Да Я Верю Что Вот Этот Семинар Этот Ретрит Это Подготовка Пастырских Команд Служителей В общинах Церквях Для Того Чтобы Приготовить Своё Расширение Царства Не говорю Пробуждение Пробуждение Это Когда Все Мертвые Нужно Встать Из Мертвых Но Когда Нужно Расширить Царство Божье Чтобы Было Больше Спасенных И Это Другая Совсем Тема Знаете Мы Как Пастыра Можем Говорить Непрестанно И Говорить Хорошо Как Смачно Что Вас Пастырь Делает В наших Казематах Пастырь Знает Все Подполь Он Знает Почему Мы Об этом Не знаем Сеять Непрестанно Вашей Жизни Но Есть То Чего Мы Не Можем Сделать Я Скажу То Что Пастыря Не Могут Сделать Мы Можем Сеять Нам Бог Дал Способность Изучать Слово Божье Мы Учимся В других Местах Но Есть Вещи Которые На Самом Деле Мы Не Можем Сделать Мы Не Можем Сделать Как Сказать Так Вот Ваше Сердце Можно Сказать Вашу Почву Не Можем Сделать Способной Принимать Мы Можем Сеять Можем Говорить Но Мы Не Можем Сделать Ваше Сердце Вашу Почву Такой Как Писание Говорит Хорошей Что Вы Приняли Ее Поэтому Я Сегодня Буду Говорить Именно О Почве Откройте Меся Со Мно Луки 8 Глава 5 10 Мы Читаем Я Немножко Перефразировал Чтобы Так Было Интереснее Хорошо Я Не Самостоятельно Это Делал Хотя Немножко Вписал Туда Когда Ж Собрались Множество Народа Из Всех Городов Сколько Городов Здесь Приехало То Есть Когда Ж Собрались Множество Народа Из Всех Городов Жители Сходились К Нему В Одессу На Мессианский Ретрит Он Начал Говорить На Пастырских Семинарах Притчей Вышли Сеять Или Сеять Семя Своё Джон Дан Дима Кристоф Джеймс Роджер И я И Когда Они Из Них Сеяли Каждый Из них Сел И Иноя Упала При Дороге И Было Потоптано И Птицы Небесные Поклевали Его А Иноя Упала На Камни Зайдя Нас Влаги Иноя Упала Между Тернией Выросла Терния И Заглушили Его Иноя Упала На Добрую Почву Взошло Принесло Много Плода То есть Вторичный Сказав Се Возгласил Кто Имеет Уши Слышит Да Слышит Ученики Одесские Пастыря Спросили У него Что Ты Говоришь Притчами Он Сказал Вам Дано Знать Тайны Царства Божьей Опрочем В Притчах То есть Я сегодня Говорить Вам буду В Притчах Неплохо Да Так что Они Видят И Не Видят Слыша Не Разумеют Знаете Многие Из нас Могут Так же Сказать Что Как Ученики Ребе Что Вы Хотите Сказать Ну Просто Честно Разве Бог Не Может Сделать Наше Сердце Хорошим Хорошей Почвой Мы Пришли К Богу Он Нас Очистил Освятил Освободил Сделал Нас Способными Мы Говорим На языках Поем Песни Ходим На собрания Приехали На семинар Что Вам Еще Надо Каждый Каждый Думает Мы Хорошая Почва Вот Мы Приехали Значит Мы Хорошая Почва Послушайте А вы Знаете Что Наши Люди Не Приехали Ни С Мельницкого Ни С Бердичьего Ни Других мест Ну Кто Есть То Есть Но История В том Что Если Я Спрошу Вас Что Происходило На Семинарах Конечно же Многие Из Могут Даже Процитировать Многих Наших Спикеров Которые Делились Словом Они Могут Даже Фразы Мне Рассказать Но Необходимо Время Для Того Чтобы Каждый Семинар Который Мы Проходим Каждый То Послание Которое Мы Имели Чтобы Оно Принесло Свой Плод Должно Быть Время Но Плод Должен Быть 30 60 И 100 Крат Этот Результат Не Зависит От тех Кто Сеет Что Принести Плод 30 60 И 100 Крат Не Зависит От Того Как Я Говорю Дима Роджер Или Жи Другие Церед Результат Зависит От Вашей Почвы От Вас Самих Хотите Либо Принести Этот Плод Или Нет Наш Духовный Рост Будет Зависит От Того Какой Вы Сделайте Свою Почву Наш С вами Духовный Рост Я говорю Сегодня Ко всем Будет Зависит Какой Мы Сделаем Эту Почву И Вот Здесь Притчи Говорят Есть Четыре Почвы Знаете Я вам Скажу Секрет Эти Все Четыре Почвы Здесь Поверьте Мне Вы Можете Повернуться К соседу Сказать Это Ты Спокойно Можете Сказать Это Не Я Это Ты Первое Вот Смотрю Почва Покрытая Модным Асфальтом Это Семя Упавшая При Дороге Модный Асфальт Семя Этого Семинара Топчет Мирские Сообщества Есть Люди Которые Пришли Сюда Так На Всякий Случай Пришли Послушали Я Убеждаюсь Я Знаю Что Они Выйдут Отсюда Где-то Пойдут Это Друзья Мирские Где-то В ресторан Чи Там Сядут За кино За домино Или что-то Еще И потом Шоп Ты слышал А так Ничего Это Модный Асфальт Семя Падает Но Ничего Не Происходит Да Вторая Почва Это Покрытая Камнем Душевных Гречерований Обид Сплетен Эгоизма Всевозможных Согрешений Это Почва Которая Покрытая Камнями Тоже Есть Такие Люди Есть Люди Которые Отсюда Уедят Обиженные Не допели Не танцевали Не досказали Что-то Там Не доспали Разбудили Кто-то Неправильно Сказал Подвиньте Судите Все Уже Обижены Уже Придут Домой Рочарованные И скажут Что я Там Имел Почва Засеяна Бурьяном Соцсетей Я скажу Так Это Лично Моя Тепетация Поле Которое Засеяно Бурьяном Это Соцсети В зависимости От них От мнения Людей Суеты И мирская Гордость Знаете Что я Увидел Что такая Почва Здесь Так и Есть Такая Есть Я Здесь Говорил Несколько Раз Смотрю Молодежь Там И Выцелают А другие Сидят В этом Жеряду И Принимают И пишут Другу В фейсбуке Вот Так Один Здесь Сидит А другой Там И Поэтому Я говорю О том Чем Я Я Посмотрел И Решил Вам Это Все Рассказать Почва Добрая Ну Понятно Это Целенаправленно Приготовлено Для принятия Семени Для Для того Чтобы привести Плод То есть Для перемен Если вы Добрая почва То вы Примете Производите Плод И вы Изменитесь Поймите Семя Оно Умирает Оно И Меняется Если После Этого Семинара Через Время Не Поменяетесь Что Я Скажу Какая Это Почва Была Как Я Угадал Да Мы Пойдем Дальше Немножко Мы Говорим Границы Милосердия Где Они Да Для Того Чтобы Земля Была Плодоносная Ее Нужно Приготовить И Вам Хочу Сказать Что Каждая Выше Перечисленная Мною Почва Является Почвой Которая Должна Быть Готовой Для Принятия Семени Вы Удивитесь Может быть Я возьму Эту притчу Немножко По-другому Буду Раскрывать Не как Было Как В Евангелии Кэшуа Раскрывал Но Просто Я Понял Что Мы Имеем Дело Не только С миром Где Мы Должны Проповедовать Евангелие Я понимаю Что Нам Многим Нужно Проповедовать Евангелие Дважды Как Павел Мне Нужно Прийти Опять Проповедовать Евангелие Христа Распятого Правильно То есть Где В церковь Приходит К нашему Рассуждению Хочу Дать Вам Такую Мысль Почему Семя Упало На Дорогу Как Вы Думаете Зачем Вообще Семя Упало На Дорогу Это что Ошибка Техническая Ошибка Сеятеля Да Ветер Не в ту Сторону Против Ветра Только Что Делают А Сеять Надо Нормально Если Человек Имеет Здравый Разум Да То Фактически Он не Будет Рассыпать Семя Куда Нибудь Заклы Глаза Как Наши Дети Сею Поисеваю Открывают Дверь Я Не Открываю Да Я Уже Не Открываю Дверь Потому Когда Я Был Маленьким Я Боялся Знаете Чего Боялся Что Будут Сеять Чем Угодно Рисом Куда Нибудь А потом Убирай Это Все Они Не Убирают Они Хотят Денег А Я Должен Убирать Мама Мне Это Не Платила Небрежно Сеятеля Что Если Это Было Сделано Специально Как Вы Думаете Что Если Сеятель Вышел Сеять Семя И Посеял Специально Во Всех Этих Местах Как Вопрос Как Идея Я Знаю Что Многие Говорят Ребе Что Вы Гоните Аж Невозможно Прогнаться Продумать Тему Дорога Могла Принять Семя И Написано Что Она Приняла Это Семя Но Она Не Смогла Его Что Впитать Взять Она Приняла Это Семя Получила Это Семя Но Не Смогла Обработать Семя Было Затоптано Сами Которые Сделали Тропы На земле Знаете У меня У соседа Есть Немецкая Должна быть Умная Собака Должна быть Умная Тренирует Жить Как бы Это так Но Почему Это у моего Соседа Не получилось Смесь С русской Борзой Немецкая Стабильность С русской Борзой Знаете Борзой И получилось Что Его Не натренировали С самого Детства Он Лавит На всякую Пролетающую Муху Рядом И Вот Через год После Его Приобрели Я Выхожу На балкон И я Уже Могу Знать Я Могу Точно Знать По Каким Траекториям Пес Рыскает У Людей Был Классный Постриженный Газон Так Красивый Большой Красивый Газон Росли Цветы Сегодня Ты Точно Можешь Знать Какими Путями Он Ходит Знаете Почему Там Ничего Не Растет Этот Пес Отоптал Столько И Всего Что Там Ничего Не Растет Что Бо Туда Не Падало Какие Бо Орехи Вороны Не Кидали Какие Там Еще Цветы Ни Абсолютно Ничего Не Растет Я Вам Даю Пример От Того Что Если Мы Позволим Врагу Прокласть Путь Тропинку На Вашем Огороде На Вашей Земле Тогда Скоро Появится Дорожная Карта И Точно Будешь Знать Какие Бесы Какие Ситуации Какие Грехи Человека Дергают На этом поле Уже Ничего Не Растет А Кажется Он Был Здесь Наш Сиди Нас Был И Чутко Понимаешь Смотришь В Глаза И Понял Там Уже Ничего Не Прорастет Говоря Об Этому Я Хочу Сказать Что В Наших Общинах Существуют Эти Все Четыре Земли Обетованных Да Кто К Чему То Стремиться Все Понятно С той Почва Которая Хорошая Правда Ну Все Понятно Любому Служителю Домашней Группы Группы Прославления Группе Порядка Любые Группы Которые У нас Есть Социальные Помощи Матери Ребенком В больницах И так далее Социально У нас Понятно Такие Люди Нам Нужны Когда Хорошая Почва Что Не Посеешь Что Прорастет Ты Сказал Ему Что Он Уже Делать Он Послушал Взял Применил Изменился Он Уже Пошел Там Приходит И нам Хочется Побольше Побольше Этой Земли Вопроса Там Нет Но Где Ее Взять Ну Некоторые Есть И знаете Что Интересно Что Мы Такими Были Когда Мы Пришли К Христу Мы Были Той Почвы Которую Он Внезапно Взорвал Да Вот Это Взял Просто Своим Присутствием Взорвал Мы Покаялись Мы Очистили Да Как После Чернобыля Очистилось Все Я понял Что там Сейчас Ничего Не растет Ну Очень Большое Понимаешь Но Наши Жизни Изменения Пришли И Наша Почва Стала Прорастать Давать Плод Нашего Характера Наших Отношений С людьми Наши Мы Начали Служить Мы Начали Давать Милость Людям Мы Говорим Ну Все Мы Прощаем Ничего Давать Еще Шансы Мы Такими Были Вопрос Что Случилось Что Случилось Какой Почвой Мы Стали Сегодня С этой Почвы Понятно 15 Упавшие На Дорогу На Дорожую Землю На Добрую Землю Извините Это Те Которые Слышав Слово Хранят Его В Добром И Чистом Сердце Приносят Плод В Терпении Другими словами Вот здесь Получилось Слово Терпение Оно Как Знаете Вот Та Милость То Слово Которое Давать Людям Милость Они Приносят Плод И Помогают Другим Снося Друг друга С любовью Да Это значит Проявлять Еще Сострадательность Но Как быть Остальной почвой В наших Общинах В наших Служениях В наших Домашних Группах Что с ними Делать Фактически Таким Людям Мы Относимся По-разному Мы Эти Людей Встречаем Мы Пытаемся Проявить Сострадание Проявляем Это Сострадание Имеет Свой Уровень У Каждого Человека Давайте Мы Рассмотрим Почву По отдельности Почва Засеяна Бурьяном На мой взгляд Как я уже Сказал Почва Социальных Сетей Зависимости От мнения Людей И гордость 14 стих И упавшие В тернии Это те Которые Слушают Слово Вы Заметили Что Как только Появился Интернет И Социальные Сети Образовали Всевозможные Группы И христианские Группы Особенно Верующие Люди Они Стали Активно Там Жить Жить Сначала Спрашивая Идея Такая Я Буду Евангелизировать Потом Получается Что Евангелизирует Тебя Кто-то Начинает Закидывать Фотографии Прославление Это Там Хилсонга Там Еще Песни Опастят Там Какие-то Слова Такие Выражения Христианские И ты думаешь Как же Ответить Обратно Ты Что Должен Христианином Отвечается С фотографии С ресторана И написано Каждому Бог Дает По его Нужде Понимаете О чем Я говорю Да Начинается Я понимаю Это Некое Я Называю Это Рассадник Гордости Социальные Сети Это Рассадник Гордости Ничего Иного Я Не Говорю Сейчас Люди Которые Используют Социальные Сети Для Своего Бизнеса Я Говорю А те Которые Которые Приходишь На Собрание Вместо Того Чтобы Слушать Прославление Поклонение Слушать Слово Божье Они Аккуратно Как будто Так Слава Богу Откройте Библию Раз Раз Фейсбук Посмотрите Новости Я Уверен Что Ни один Из Этих Людей Которые На Собрание Находится Или Да Они Не Слышат Что Говорится То Семя Оно 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 Как бы Слово В одно Ухо Зашло В другое Что Вышло Я Уже Несколько Раз Думал Что Мне Делать С Этим Ситуация Я Думал Пойду Куплю Какой-то Глушитель Знаете Такой Вот Включил Все Такие Телефоны Куб И Все А потом Думаю Подожди Потом Накрыться Прославление Там Слова Которые На этом Красивом Экране Не надо Но Должно Быть Людей Совесть Все Таки Правда И Как К этим Людям Относиться Сегодня Вы Услышите Что Я О вас Думаю Те Кто Пользуется Интернетом Во время Собрания Поэтому Понимаю Что Такие Люди Вообще Ну Жалкие Люди Они Находятся В интернете Чтобы Собирать Лайки Утверждать Или Убеждаться В том Что То Что Они Делают Их Ни Мечты И Кому То Нравится Послушайте Мечта У Христинина Одна Реально Чтоб Не быть Последним Чтоб Не быть Последним Чтоб Не получилось Так Как У одного Человека Который Дуже Имел Денег Умер Попал На небеса А двери Не Открылись Он Туда Стучит 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 Догат Ну не знаю Может быть Три часа Может еще Там Больше Открываются Двери Говорит Что Пустите Меня Я столько Денег Дал На благотворительность Спасал Детей Бедных Сирот Построил Несколько Церквей Они Они Закрыли Перед Двери Говорит Мы Сейчас Посовещаемся Через Много Время Выходят И Выносят Деньги Ему Говорит Все Мы Подумали В ваших Деньгах Не Нуждаемся Посмотрите Есть Вещи Которые Для нас Должны Быть Приоритетные Как Работать С Людьми Зависящими От Мнения Соц Сетей Как С ними Работать Как Проявить Милость И Милосердие К тем Кто Зависит От Сетей А Сегодня Это Действительно Это Уже Зараза Номер Один В мире Сегодня Есть Революционные Центры От Телефонной Зависимости В Англии В других Местах У нас Пока Еще Нет У нас Еще Не Понимают Эту Зависимость С Раннего Детства На самом деле Это Бедные Люди Которые Ищут Подпитку И В Своей Ущербности Потому Что На самом Деле Они Не Могут Ничего Поквастать Кроме Фотографии Которые Они Выставляют Знаете Я Как Вспоминаю Наши Первые Года В Одессе И Нас Друзья Приезжали С Америки И Все И Тогда Было Бедно На самом Деле Тяжело Было Выживать Эти Купоны В миллионах Считалось Я Не знал Как Отсчитывать Эти Деньги Кто-то может быть миллиардером и был Я не знаю И Понимаешь Что люди Бедные И Когда Американцы Видели Наших Мадам На высокой Каблуках И в норковой Шубе На привозе Рыбном ряду Понимаете Да Они Говорили Они Что Бедные Продать Свою Шубу Вы Понимаете Такой Момент Здесь Я Я Понимаю Что Есть Люди Которые Ущербны В своем Состоянии Они Почувствовать И Подпитку Но для них На самом деле Слова Которые Они ищут Это Ну А какого-то Крутой Крутая Классные Такие А какие Босоножки Какие еще Там Знаете Один человек Его Фамилия Волард Воланд Сделал выражение Сказал Важнее Современных Телефонов И аппаратуры Важно знать Как изменились Люди Внутри Вместо того Чтобы знать Как за телефон И аппаратуру Нужно знать Как люди Изменились Внутри Страшно Что люди Особенно верующие Поощряют Людей С этой Почвой Тернистой Почвой Поощряют Знаете Таким образом Я вижу Как люди Поощряют Они вдохновляют Их Мирскому Образу Жизни Они Вместо того Чтобы Написать Ответ Как бы Более Духовным Они пишут Такие Например Люди Свою машину Новую Там Видели Как они всегда Возле какой-то машины Фотографируются Возле моего зила Постоянно фотографируются Куда они выставляют их Я не знаю Но Возле машины Сфотографируются Квартира Крутая Что-то еще Особенно фотографии С отдыха Любят делать Или ресторана Я понимаю Что Момент такой Личный момент Но Сущность Такова Что Они ожидают Что люди Что-то ответят И чаще всего Отвечают Люди Каким образом Ты это заслужил Не просто Ты это заслужил Потому что Все Ты Ну типа Независимо Как он получил Эти деньги Вообще-то Никто не спрашивает Что ты Как ты заработал Эти деньги В наше время В наше время Когда не было Ни телефонов Именно Мобильных Там Телеграмы Только писали Я писал Письма Татьяне И ждал По два месяца Обратно В ответ Не потому что Она не писала А потому что Так долго и шло Не за границу Вроде Молдова Не за границу А как будто Через Меринку Пошло все И там проверялась Момент Так очень интересный Потому что В наше время Мы Что делали Мы показывали Своим родителям Своим родственникам Друзьям Вещи За которые Мы Работали И мы говорили Заработал Да Мы говорили Заработал Если люди Получали машину Да То никто Не говорил О Я то самое Ты то заслужил Но может партии Где то там Заслуживали Это все Да А мы говорили Я вот этими руками Заработал Разница Чувствуете Нет Разница В том что Вы видите Некоторые люди Которые Проходили через Трудные отношения В семьях Верующие люди Проходят через Трудные отношения А потом Смотришь Пропадают Либо сообщин В церкве Уже Стали Как бы так Ну Бросают Мужей Развод И уже Все Им Как бы сказать Как бы сказать Сострадали Они видели Какие там Какой-то муж Какая-то жена Там все Все Развелись Развелись Они Все Такое Все А потом С каким-то Хмырем Или не знаю Как сказать Фотографии Выставляют Выставляют Раз И тут Тоже Сразу Сразу Ответ Ты Это Заслужила Кто Верующие Люди Вместо Того Сказать Правильно Что Это Блуд Друзья Это Блуд Ты Это Заслужила Ты Так Страдала С Этим Я Когда Иногда Люди Присылают Есть Пастырьский Чат Чтобы Вы Понимали Я Нахожусь В Скайпе В Пастырьском Чате Они Иногда Скидывают Что Делают Христиане Как Они Как На Это Реагировать Вопрос Что С Этим Делать Я Понимаю Что Когда-то Эта Почва Была Хорошая Что Случилось Как С ними Работать Я Вам Скажу Как Я Скажу Вот Нам Не Нужно Ввязываться В споры Или Обличение Таких Людей Не Стоит Их Осуждать Даже Знаете Почему Потому Что Сами Шуа Сказал Слушай Я Тебя Не Осуждаю Я Тебя Не Осуждаю Писание Говорит О том Что Молодой Юноша Веселись Гуляй Делай Что Хочешь Но Знай За Все Придется Что Дать Отчет Дать Отчет Поэтому В своей Состоянии Я Не Пытаюсь Судить Не Стоит Их Оправдывать Даже Не Стоит Подпитывать Их Эгоизм И Гордость Но Знаете Что Можно Сделать Одну Вещь Которая Дана Каждому Из Нас Когда Вещи Случаются Да Вот У нас Была Поездка Татьяна Недавно И она После Длительного Перелета Мы Сели На Поезд Подземный Чтобы Достить До Следующего Аэропорта И Полететь Дальше Она Забыла Сумку Телефон Финансы И все Остальное Мы Пришли Она Такая Раз Где Сумка И Побежала Я думаю Боже Здесь 15 минут До Отлета Она Полетела Уже Там Я Сою Нервы А что Ты можешь Уже Сделать А что Делать Кроме Молитвы Ты Больше Ничего Не Можешь Сделать Ты Не Можешь Вернуть Ситуацию И Обратно Хотел Бы Но Не Можешь Все Что У тебя Есть Это Твоя Молитва Подать Это Господу Дух Святой Это Тот Кто Нас Научит О Когда Мы Позволяем Богу Действовать Не Реагировать Мы Пытаемся Быть Вместо Духа Святого Знаете Там В ответ Написать Там Зацепило Тебя Ты Начинаешь Строчить Как Пулеметчик Там Всех Расстрелял Потом Раз Кто-то Тебе Еще Даст Пару Гранат Там Еще Слова Такие Чем Мы Отличаемся От Мира Ничем Где Наше Терпение Сострадание Вместо Того Чтобы Выиграть Человек Я Знаю Эту Историю Одну На мне Она Случилась Я Быстро Попытаюсь Рассказать Кто-то Помнит Что Однажды В Интернете На меня Была Сделана Такая Неприятная Статья Обо Мне Типа Гребе Мотоциклист Фашист И все Остальное Там Такие Я Вообще Был в шоке Конечно Я Понимал Что Кто был Виновником Этого Что я Попал Туда Я Так Просил Его Чтобы Он Так Не Делал Просто У меня Была Одна Бутафория С нашего Театрального Служения На мотоцикле Висела Ну и Попал Поэтому Мне Заняло Два Года Два Года Переписки С человеком Который На меня Написал Такую Статью И так Далее Мне нужно было Звонить Говорить С ним Общаться Я с ним Поехал В Житомир Встретиться Да Мы сели И он Знаете Что мне Сказал Я Если вы помните На собрании Даже делал Публичное Раскаяние Сказал Друзья Если я Кого-нибудь Соблазнил Этой Ситуацией Вы Увидели Я прошу Прощения Это Так не Подобавится Верующему Человеку Вести И Когда я С ним Встретился Он Говорит Ты знаешь Ты единственный Человек Из пасторов Который Критиковал А он Гонит Поверьте Он Гонит Без остановки Всех подряд Он Единственный Ты единственный Кто Даже Попробовал Принести Извинения За то Что Даже Может Не Произошло Мы Сидели Мы Разговаривали Мы Общались Знаете Он Начал Потом В мою Защиту Писать А Кто Там Такие Же Как Он В сетях Такие Есть Что Стал Еврейской Подстилкой Саня Там Наши Такие Слова Вот Это Христианский Мир Которого Они Переписываются Вот Я Понимаю Что Сети Это Вообще Дух Маныч Не тот Который Нужно И Фактически Молитва И Дух Святой Может Сделать Больше Работу Чем Мы В наших Соц Сетях Раскаленные Стрелы Лукавые Они Находятся В сетях Постоянно Они Там Находятся Мы Ожидаем На улице В отношениях Они Находятся Там И Они Достигнут Своей цели Поглощение И Уничтожение Сегодня Многие Молодые Люди Делают Всякие Глупости На Селфи На Каких-то Записях А потом Где-то Выставляют Их Перекопировали Знаете Сейчас Новенькие Есть 15-10 секунд Что-то Глупости Какие-то Там Делают Да И Сегодня Враг Берет Молодых Молодое Поколение И Уничтожает Потому Что Над Ними Смеются Их Обзывают За Всякую Глупость Поэтому Там Находятся Раскаленные Стрелы Лукавого Молитва Может Многое 1 Петра 5-8 Говорит Трезвитесь Бодростью Потому Что Противник Ваш Дьявол Ходит Крыка Ища Кого Поглотить Работа Духа Святого А не наша Заключается В том Чтобы Обличить Мир Во грехе В правде И о суде От Иоанна 16-8 И самое важное Для нас Тем Кто хочет Им помочь Друзья Те Кто Хотят Помочь Людям В зависимости Вы хотите Проявить им Милость И благодать Выиграть Их Для служения Запомните 2-й Калифин 11-12 Глава 12-й Стих Чтобы Не давать Повода Ищущим Повода Ищущим Повода Дабы Они Чем Хвалятся В том Оказались Такими Жи Как и Мы Чтобы Не Получалось Так что Мы Стали Как они Похожи Нужно Просто Молиться Это Граница Нашего Сострадания К ним Молитва Вторая Почва Б Почва Почва Покрытая Камнями Каменистая Почва Это Почва Заброшенная Камнями Душевных Разочарований Обид Сплетен Эгоизма Зависти Зависимости Различных Согрешений Я не буду Перечислять Там Греховная Палитра Такая Сейчас у людей Что Можно Разбавлять С разными Красками Их Упавшая На Камень Те Которые Когда Услышат Слово С радостью Принимают Но Которые Не имея Корня Время Временем Веруют А во Время Искушения Отпадают Во Время Искушения Во Время Испытания Знайте Что Всякое Дело Будет Испытано Писание Всякое Дело Будет Испытано Солома Камень Драгоценности Все Будет Испытано Яков 1.14 Но Каждый Скушается Увлекаясь И обольщаясь Собственной Похотью Мы Такие Люди Что Нам Надо Зачем Надо Зачем Надо Джаш Мой Малый Когда Он Был Маленький Мой Даешь Что Нибудь Он Говорит Мне Мое И Много Идем В Макдональдс Покупаем Старший Берет Я хочу Биг Мак Ну Я Назов Биг Мак Это Радость Бегемота Я Так Как его Кушать Можно Присывать Нужно Да Потом Еще Биг Мак Берет Еще Чизбургер И Джаш Такой Шпин Хочу Биг Мак Хочешь Точно Хочу Биг Мак Точно Хочешь Хочу Биг Мак Все Сели Кушать Он Так Два Укуса Все Следующее Рома Съедает Все И Сидит Чизбургер Мультика Котик Котик Этот Бутерброд Смотрит Да 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 И Так Рукой Так Час 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 И Вдруг Какой-то Момент Что Происходит Он Просыпается Что Он Сюда Берет У Меня Час Но Ты Не Съешь Я Хочу Думаете Он Съел Мне Мое И Много Мы Такие Люди Мы Хотим Мы Хотим Этого Каждый Скушается Обращается Собственной Похотью Сколько В наших Общинах Наших Церквях Таких Людей Скажите Я Не Говорю Те Кто Согрешает По Причине На Пятом Ну Не Пободрствовал Языком Там Что Ляпнул Там На Эмоция Что Сорвалось Там Работает Это На Камень На Упал Что Ты Там Сказал Не Такие Не Те Три Слова Я Не Говорю За Этих Людей Я Понимаю Что Мы Еще Далеки От Совершенства Я Говорю А Те Которые Мы Проводим Много Консультирования Назидания Помогаем Им Мы За Них Молимся Поэтому У Нас В Служениях Есть Служение Консультирования Душепепечительства Если бы Душепепечительства Не было бы Да И Консультирования Или там Encounter Тогда можно сказать Этой проблемы У нас то нету У нас такой почве Это не должно быть Да А она есть Что с ними делать Каких Случаях Себя Вести Поотношению Каким Образом Себя Вести В этих Случаях Когда с людьми Разговариваешь Таким образом Как Работать С теми Кто В нашей Команде Такие Люди Есть Сколько Нуждаются Таких Людей В милости Сколько Шансов Давать Вообще Вопрос Таким Людям Но ведь Нет Несовершенных Людей Правильно Все Как бы Дни Без Верха Знаете Мое личное Состояние Когда я Смотрю На все Это Я всегда Думаю О том Какова Причина Такого Состояния Нашего Человека Что Случилось Хотел Ли Он Специально Это Сделать Или Это Просто Получилось По Неосторожности Хотел Он Это Сделать Умышленно Или Нет Итак Следующий Мой вопрос Хотел Ли Он Чтобы Ему Явили Милость Я Скажу Так Я Хотел Чтобы Являли Милость Потому что Пастыря Тоже Делают Ошибки Поверьте Не Так Посмотрел Не Так Поздоровался Не Потом Человек Пропал Из Общины Потом Встречаешься На улице А Я Болела Три Недели И никто Даже Не Позвонил Я Говорю А Я Не Знал А Ты Должен Конечно Как Нормально Я Всех Прощаю Кому Я Должен И Ты Уже Плохой Я Понимаю Ситуациях Таких Что Есть Что Что Подтолкну Того Человека На Это Состояние Сколько Шансов Достаточно Сколько Давать Шансов Людям Конечно Вы Всегда Скажете Есть Местописание Если Я Нашел Еретика После Первого Второго Вразумления Отвращайся Мы Часто Так Делаем Раз Ему Сказал Второй Не Понял Что Ты Мне Надо Пошел Что Вы Мозги Компансируете Но Так Я Понимаю Я Согласен С Писанием Когда Это Еретик Но Что Делать С Теми Людьми Которые Заблудились Своих Эмоциях Искренне Покались А потом Снова И так Семь дней На пятницу Имеется ввиду Пятница Семь дней В неделю Нам Традиция Еврейская Говорит Что Те Кто Ищет Почестей За Свои Добрые Дела Несомненно Движимы Своим Тщеславием Злово Тщеславие На Еврите Оно Означает Как бы Слово Соблазна Петуа Которое Соблазн Которое Влечет Не позволить Этому Соблазну Мешать В твоей Жизни Ой Можно И нужно Помогать Недостойным Людям С целью Чтобы Изменить Будущее Милосердие Таким Люди Выражаются Нашим Терпением Желанием Дать им Второй Шанс Или Вообще Шестнадцатый Шанс Это Наше Желание Помочь Им И вот Это Граница Желание Помочь Людям И в Этом Желании Должна Быть Любов К этому Человеку Братья Если Впадает Человек Какое Согрешение Вы Духовно Исправляете Такого В духе Кротости Наблюдая Кажется За собой Чтобы Не быть Искушенным Здесь Интересно Мы Должны Кротости С любовью Назидание Этого Человека Чтобы Самим Не впасть В искушение Какое Искушение Может Попасть Как Вы думаете Когда Ты Назидаешь Человека Когда В твоей Команде Ты Несколько Раз Сказал Один Раз Сказал Второй Не Понимаю Тупо Какое Искушение Мы Как Лидеры Попасть Осуждение Злость Недоверие И Библия Говорит Чтобы Мы Служили Людям Которые В нашей Команде Чтобы Созидалось Мы Должны Проявлять К ним Нисхождение Даже Те Которые Согрешили Почва Которая Твердым Асфальтом Я Говорю Где Семя Этого Этого Семинара Топчет Старые Привычки И Неизмененный Характер Ортодоксии Ортодоксии О чем Я Интересная Тема Упавшая При Пути Это Суть Слушащие Которым Потом Приходит Дьявол Уносит Слова Из Сердца Их Чтобы Они Не Уверовали И Не Спаслись Третьми словами Чтобы Они Не Изменились Я понимаю Что Местописание Говорит О спасении Человек Что Не Слышит Евангелие Отвергает Не Надо Мне А Давайте Скажем Что У нас Есть Такие Люди Есть Такие Люди И Если Я Прямо Скажу Что Есть Люди Которые Уже Долговерующие Долговерующие Они Приходят На Собрание На Какую-то Конференцию Крутая Конференция Они Приходят И Вдруг У них Появляется Демон Дремоты Только Приземлился Тухисом На Скамейку И Удивляешься Я Вам Скажу Честно Я Понимаю Что Это Тяжело Работал Разгружал Селедку На Привозе Я Понимаю Что Это Сам Как Нежным Голосом Поет Не Скажу За Всю Одессу Я Понимаю Что Есть Люди Которые На самом Деле Тяжело Работать Я Я И Я Таких Людей Знаю Но Есть Люди Служители Или Люди Которые Что Так Хотят Делать Но Когда Они Приходят И Ты Видишь Что Слово Которое Говорится Он Он Летает Так Смотрит Да Потом Подрывается И Начинает Идти Кому Небудь Что Случилось Что Случилось Случилось Да А потом Увидел Что Какая-то Мамаша Неправильно Держит Ребенка Ребенка С ребенком Пошло И Ты Понимаешь Что Я Есть Не Не Я Не Говорю Что Надо Кормить Или Поменять А Ментальность Реальная Ментальность Ментальность Самое Главное Это Мамаша А Вообще Тежие Люди Что Тебе До Моего Ребенка Десять Женщина Слушать Слово Не Я Серьезно Говорю Такие Вещи Ты Наблюдаешь Не Только Это Можно В Одессе Это Можно Наблюдать В Других Местах Одесса Не Столица Не Второй Город Но Все Может И И В Англии Инновационная Детская Ходим И Говорим Всем Добрую Весь Ты Слышишь Что Сара Сделала Добрый Весь Это Что Нормально Ты Неплохого Ничего Не Сказал Такие Люди В нашей Команде Есть Каждой Команде Есть Которые Движутся По Накатанной Заткнутой Территории Годами Они Делают Одно И То Ж Одно И То Ж Одно И То Ж И Поэтому Когда Они Приходят На Собрание Оно Все Потому Что Они Понакатанные Как Тот Пес Который Делает Круги Ты Знаешь Они Где И Потому Что В Сам Круг Ходят Я Говорю Атердоксия Они Как Бы Их Все Новое Их Раздражает Это Как Система Новых Тенденций Когда Начинаешь Жить Надо Что То Менять Ничего Менять Не Надо Мы Привыкли Мы Привыкли Мы Привыкли Так Стулья Чтобы Были Мы Привыкли Чтобы Так Говорили Что Так Играли Пели Одевались Мы Привыкли Таких Людей Раздражает Все Новое Новые Песни Новый Подход К Видению Служения И Все Что Новое Им Либо Неинтересно Либо Они Вообще Не Понимают Вот Где-то Говоришь Людьми Я Ничего Не Понял Что Вы Хотите Мы Будем Петь Вот Это Вот Поменяем Сейчас Купу Сюда Поставим Это Сделаем Так Ничего Не Понял А Что Мы Сюда Должны Ставить Купу Она Должна Там Она Была Всегда Не Не Ну Как Б И Раздражает Это Все Все Новое Раздражает Знаете Почему Потому Что Остались В Колее Ортодоксии Это Так Делал Мой Мой Дедушка Мой Бабушка Да Да Приходит Невестка Молодая Невестка К свекрови Говорит Мама Вы Такую Курицу Сделали Дайте Рецепт Она Говорит Ты Берешь Морковку Ты Разрешаешь Курицу Ты Все Вытаскиваешь Варишь Составишь Потом Зашиваешь Потом Ломаешь Концы Ножик И так Знаете Как У нас Любит Так Сделать Курицу Вот Такую Она Говорит Да А зачем Ноги Ломать Не Знаю Так Делала Моя Мама Молодая Невестка Как Бабушка Говорит Бабушка Вы Мне Скажите Такая Курица Вкусная Что За Рецепт Она Говорит Это Моя Бабушка Зачем Ноги Ломать Не Знаю И Тогда Пошла К Прабабушка Она Такая Старая Сидит 90 лет Скажите Прабабушка Почему Ноги Ломаем Курице Что Ноги Зачем Ломаем Чтобы Она Была Вкусная Нет Мне Мама Сказала Потому Что Она В Гусятницу Не Влазила Вы Понимаете Да Ситуация Вообще Некая Отодоксия Выбивает Таких Людей С движения Вперед Они Становятся Критичны Раздражительны Чувствуют Себя Пренебрежительно И Самое Страшное Они Замечают Что Их Методы Никому Уже Не Нужны Они Просто Пробегают И Все Новые Слова Даже То Что Сегодня Говорилось Да Вот Этих Три дня Я Переживаю Что Многие Люди Просто Не Способны Будут Вместить Но Возможно Друзья Возможно Поэтому Говорится Что Семя Упала На Те Почвы Но Каждая Почва Должна Быть Приготовлена Ее Можно Очистить Освободить Ее Можно Сделать Над ней Работу Сострадание Таким Людям У меня Очень Большое Честно Я Я понимаю Что Я сам Иду За Бугор Да Я понимаю Что К Мне Может Прийти Такое Состояние Что Буду Говорить Я Не Дослышал Что Вы Хотите Это Мое Место Всегда Здесь Было Понят Я Может Быть Таким Самым Буду Но Я Не Хочу Я Понимаю Таких Людей Что Из Года В Год Одно И Тоже И Так Далее И Честно Говоря Мне Жалко Как Что Мы Не Можем Двигаться Потому Что Как Это Есть Ортодоксия Внутри Нас Как Мы Спаслись Вот Так Должны Быть Писание Испытывайте Что Доброе Что Хорошо Что Достославно Что Применимо Мы Должны Взять Все Необходимо Для того Чтобы Достигать Людей Молодежь Достигать Наши Детей Если Мы По старинке Наши Как Мы Делали Это 20 Лет Назад Будем Воспитывать Детей То Их Будут Пренебрегать Их Ж Сверстники Действительно Их Жалко Я Хочу Им Помочь Я Пытаюсь Им Рассказать О Что Есть Шаги Которые Можно Сделать Один Шаг Другой Изменения Должны Пройти Я Узнаю Причину Такого Нежелания Перемен Например Может Быть Это Привычка Это Привычка Просто Плохая Привычка И Люди Это Делают Постоянно Потому Что По привычке Ты начинаешь Говорить Послушай Замечай Просто Замечай У меня Есть Привычка Оставлять Ключи На столе Постоянно Это Неплохая Привычка Я Выработал Для того Чтобы Не забывать Где Мои Ключи Я Если Я Буду Старым Чтобы Я Понял О Они Есть Помни Что Они Есть Но Есть Привычки Которые Уже Они Не Те Которые Нужны Их Нужно И Менять Может Быть Это Упертость Просто Вот Так Или Состояние Не Сдам Ся Без Боя Ну Так Есть Люди Которые Я Не Сдам Ся Без Боя Все Что Хотите Делаю Здесь Лягу Здесь Умру У нас Был Один Студент В Библейской Школе Библейский Студент Мы Сколько Раз Мы Выгоняли Увольняли Выгоняли Он Не Справлялся Он Три Раза МТБ Проходил Мессианский Библейский Институт Три Раза Проходил Потому Что Он Говорил Ребе Я Вот Тут Он Ложился На порог Не Уйду Не Уйду Есть Такие Люди Только Через Мой Труп Будет Изменить Через Мой Труп Может Быть И Нужно Пристрелить В Ногу В Ногу Чтобы Это Самое Далеко Не Уходил Если Это Просто Профессиональный Какой То Эгоизм Профессиональный Тоже Подойти Потому Что На самом деле Профессиональные Люди Они Сложены К Новым Переменам Один Из Примеров Например У Наша Податковая Люди Которые По Привычке Делали Что Одно Как Бухгалтера А Новые Вновшества Которые Водятся Они Так Возмущаются Сначала Проклинают Потом Что Говорят Против Власти Вот Это Состояние А Потом Понимают Что Некуда Деваться Надо Что Изучать Особенно Тяжело Тем старым Бухгалтерям Которые Еще На счетах Все Читали Да Так Вот И записывали Все Подряд А сейчас В электронном Нужно Зайти Они Смотрят Тот Компьютер И боятся Куда Нажать Не туда Нажал Все Все Что Ты Делал Целый Месяц Есть Такие Люди Поэтому Я понимаю Что Нужно Что То Делать И Им Все Что Новое Не Нравится Потому Что Им Нравится Профессионально Это Не Профессионалы Делают А Делают Дилетанты Но Поверьте Эти Дилетанты Они Строят Будущее Для Того Чтобы Нам С Таким Людей Справиться Нам Нужно Пытаться Их Ободрить Вдохновить На Перемены Мы Уже В наших Общинах Не Поем Оперным Голосом Правда Нам Сегодня Если Кто-то Придет Будет Это Мы Не Поймем Уже Этого Всего Не Пойдет Это Мы Перестали Использовать Хор Да Мы Перестали Использовать Хор Некоторые Церкви Использовали Мы Перестали Например Мы Не Рассказываем Стихотворение Уже Мы Даже Перестали Использовать Танцевальные Костюмы В наших Общинах Вот Кто-то Сказал Это Жалко Честно Скажу Так Я Рад Что Наше Танцевальное Служение Делает Это На Большие Праздники Только На Большие Праздники Понятно Дошло Наконец Честно Почему Потому что Я смотрю То что Было 20 лет Назад И Те Же Самые Костюмы Знаете Чем Это Говорит Денег Нет Зачем Тогда Мучиться На Джинсы Есть Есть Сами Жадеваетесь Модно Жадеваетесь Чего Вы Так Не Подят И Не Потанцевать Нет Надо Одеть То Что Было 20 Лет Назад Я Честно Скажу Я Смотрю Что Было В Бразилии И Что Там До Сих Пор Проходит В Мексиканских Мессианских Общинах Я Думаю Боже Мой Боже Мой 300 Лет Тому Назад Я Говорю Слава Богу Что Наша Молодежь Вышла Хоть Раз На Празднике Три Раз Хороших Праздников В Году Слава Богу Мы Даже От Этого Отходим Я Не Против На самом Деле Я Просто Говорю Что Нам Нужны Перемены Думать На Будущее Нам Нужны Перемены И Для Этих Людей Нужно Просто Говорить С Настойчивостью Убеждать С Нисходительностью Да Но Что С Ними Делать Они Обижаются Обижаются Потому Что Они Не И тот Ритм Уже Поют Не Так Поют Как Оно Нужно И Они Хотят Хотят Сказать Стихи Баллады Делать Какие-то Там Вечера Поэзии Честное Слово Они Рассчитывают Что Я Это Буду Делать А Я Говорю Что Я Не Могу Ну Не Могу Честно Я Пытаюсь Их Вдохновить Ну Делать И Сами А Знаете Что Чаще Всего Люди Ожидают Что Пастырь За Это Все Возьмется Ну Я Честно Не Могу Я Хочу Ити Вперед И Не Забывать Те Которые Могу Делать Надо Просто Их Вдохновлять Делать То Что Они Больше Всего Могут И Вылить Это Для Тех Кто Может Это Слышать А Таких Еще Достаточно Таких Еще Достаточно Много Людей И Знаете Вот Ищуа Сказал И Возгласил Кто Имеет Слушай Уши Слышать Да Слушать Ник Никто Не Зажжавши Свечу Не Покрывает Сосудом Если Вы Имейте Свет Вы Не Накрываете Его Если Какие Инновации Есть Вы Не Закрываете Его Если У вас Есть Что Отдать Людям Вы Должны Отдавать Не Ставят Оставят Подсветник Чтобы Входящие Видели Свет Ибо Нет Ничего Тайного Что Не Сделалось Бы Явным Ни Сокровенного Что Не Сделалось Бы Известным И Не Обнаружилось Бы Итак Наблюдайте Как Вы Слушаете Ибо Кто Имеет Тому Дано Будет А Кто Не Имеет У Того Отнимется И То Что Будет Иметь Вышел Сеятель Сеять И Семя Упало И Поэтому Если Ты Имеешь Уши Слушай Слышь Что Говорит Бог Для Тебя Если Ты И Наблюдай Как Ты Слушаешь Если Ты Имеешь Принимаешь Расчищаешь Свою Землю Пытаясь Чтобы Это Семя Взросло В тебе И Перемены Приходят Тебе Прибавится Бог Обещает Ты Получил Возьми Очисти Свою Землю Вложи Это Семя И Оно Прорастет Обязательно И Знаете Я Я расскажу Вам Притчу Забрел Случайно Дикарь В город Вот так Это В австралийских Знаете Этих Джунглях Которые Ночью Он пришел В одном Доме Горел Свет Это Была Больница Окно Светилось Он Подобрался Заглянул Туда Ужас Перепухался Спрятался Он Увидел Что лежит На столе Человек Голый А вокруг Него Люди В окровавленных Халатах Копошатся Режут Его Кишки Из него Вытащили И при этом Улыбаются Между собой Переговариваются В страхе Он рванул Обратно В джунгли И до самой Смерти Рассказывал Всем Какие Ужасные Люди Живут В городе Так и мы Смотрим на наш мир Не глазами того Кто это сотворил А глазами этого дикаря Который увидел И познал Какую-то маленькую долю Действительности Пытается Познать величие И Грандиозность Бога Так бывает У нас Где-то вот Идет Маленькое Исправление Какого-то Человека Мы ему Говорим Наставляем А тут кто-то Из общины Раз Пастырский совет И не знают Что там делалось Но они видят Они не только улыбаются А везде кровь Кровь И потом начинают Всю жизнь говорить Какой пастырский совет Страшный Туда нельзя попадать Не попадать туда Мы пытаемся Помочь людям Пытаемся Говорить с людьми Наставить на них Ефесянам Никакое Гнилое Слово Да не исходит Из ус ваших А только Доброе Для назидания Веры Дабы оно Доставляло Благодать Слушащим Когда вы хотите Кого-нибудь исправить И где границы Этого Милости Граница Милости В наших словах Никакое Гнилое слово Да не исходит Из наших уст Но только Доброе Для назидания В вере Дабы оно Доставляло Благодать Благодать Слушащим Я хочу Почитать вам Один интересный Рассказ Это В интернете Нашел Мне понравилось Я его тоже Так чуть-чуть По-одесски Сделал Справедливость Месту В ряду Каждый водитель Пропускает Автомобиль Движущийся По пересекающей Улице А потом Нажимает На газ И едет Дальше Картина Монотонова Повторяется Раз за разом Машина По очереди Преодолевает Барьер Со знаком Стоп К перекрестку Подъезжает Женщина Останавливается И как И все Пропускают Машину Движущие В перепердикулярном Направлении Затем Нетерпеливое И даже Нервное Выражение Лицо Следующего Водителя Который Подъехал К знаку Стоп Она Видит его И решает Пропустить Я не тороплюсь Думает она Почему Мы не Сделать Должный Человек Который Явно Куда-то Спешит С этой Мыслью Она Решает Пропустить Еще Пару Машин Потом С улыбкой Делает Знак Рукой Проезжай Проезжай Мол Давай На следующем Светофорию Догоняет Автомобиль Стоявший Сзади Нее На Перекрестке Мадам На минутку За вами Скопилось Несколько Десяток Машин Они Даже Сумели Перекрыть Предыдущую Улицу Возмущенно Сказал Водитель Спуская Стекло Извините Что вы Так Возмущаетесь Смущенно Ответила Женщина Да Так И да Я На противоположной Стороне Видела Смущенных Людей И решила Их Попустить Они Куда-то Спешили А Тех Кто Стоял Сзади Я Даже Не Видела Очень Легко Проявить Сострадание К тем Кто Стоит Впереди Твои Глаз За счет Тех Которые Ты Не Видишь Ответил Мужчина И уехал Верить Так же Происходит Много Говорится О необходимости Проявления Сострадания И Милосердия К людям Особенно Верующим Однако Цент Ставится Так же И на Справедливость И Правосудие В то В то Время Как Справедливость По своему Определению Равна Своему Отношению Ко всем Милосердия Всегда Однобока Мы Проявляем Милосердие Сострадание Однобока Для того Чтобы дать Больше Одному Человеку Мы Должны Отнять У кого-то Другого Так У кого Нам Отнимать Когда Мы Хотим Сделать Добро Людям Тора Объясняет Нам Важность Милосердия Но Не за счет Других Милосердие И Сострадательность Ты Делаешь За свой Счет Где Границы Границы Твои Личные Единственный Способ Гарантировать Что никто Не будет Ущемлен Из-за Твоих Решений 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 Субтитры создавал DimaTorzok